всем добрейшего утро среды 20 января на январь совсем не похоже правда плюс 1 уход дождя нет это хорошо может быть даже получится вечерком после обеда прогуляться сбегать в город городок в этот так вот мы стоим ну честно сказать как-то немножко не похоже что мы в германии ну а здесь вот видите так тоже бывает мы в германии городок я потом название посмотрю и не помню вот реал дальше все чисто торговый центр пойдем туда сейчас ходим не сейчас потом сейчас мы пойдем в душ водные процедуры принимать видите катастрофа что делается и что самое смешное он платный этот автахов 10 евро пришел вчера сборщик да не собрал 10 евро ков вот даже покажу он не виден вот цитлик об оплате она хорошо прикрепить сегодня вечером еще наверно придет десяточку сдерет этим его поправим чтобы был виден за шторкой ну правда 7 вот на 7 евро ков можно сходить в ресторан покушать он сейчас видно вот мы пойдем мыться пакетик наш готов пойдем дышать душ тут не на заправке а здесь в ресторане вчера спрашивал ходил идем посмотрим мы что и будем отдыхать сегодня я сегодня спал пшеницу продавший время до 8 утра ты расцвело вообще под одеяло даже у вас собирался думаю потом уже пора желудок уже бунтовать начал давай говорит слай так то площадка тут большая да вот видите написано вот прямо тут паркинг 16 часов стоит 10 евро 7 евро в ресторан ресторан он там вот он там же и душ пошли туда какая картинки тут такие он и немецкие яички не понял видите тоже с войны сказал бы я да помолчу так туда у нас туалет у нас вот сюда ресторан с утра не работает работает только вечером ну вот как то так посмотрим что насчет воды будет будем пробовать полоскаться здрасте что тут у нас из этого получится все магазины посетили нам делать нечего вот изучаем кофейные отделы да у мэр 649 якобс 599 это в зернах тоже большой гипермаркет ну так то я все купил единственное что здесь порошок нарыл сейчас дойдем до него персиловский почти 8 килограмм 16 евро скидка 12 евро получается убойная отделы тут вообще катастрофа тут были бы деньги купить наверное можно все но реал считается таким на крупным маркетом метакса 7 звездная 1749 джим бим джек гонялс дорогой зараза так это умеется горбачёв есть это это местная 37 с половиной суррогат суррогатов всякий ельцин даже ельцин есть но это этот а водка ельцин тоже пушкин тоже вот есть вот польская желудковая настойка делать нечего тут его ходить не переходить не порошочек надо себе домой прикупить вот отличается я вот здесь персил когда покупают и вот дома персил тоже шорди персил написано но не знаю импорт вот этим персил он лучше стирает запах другой совсем вот он стоит ведь 120 стирок был 28 евро стал 16 нормально можно брать вот такой универсальный но это сейчас не все обошли дедушкин отдел получается памперс но эти дорогие да и плюс я уже купил вот как то так кучу денег потратили пойдем прошвырнемся 0 градусов сухо ветра нету дождя нету погодка шепчет в плане прогуляться городок тут небольшой часик полтора не повредит кости размять а потом придем будем лежать вот почем тут дизель евро 27 кстати саня ты просил вот евро 27 нашелки вот городок наш называется фейнблсхейм ох какой там лошадь коняшка симпатичный стоял беленький вот пойдем посмотрим провинциальный хельдлсхейм как живет в общем то уже не новость как все провинциальные городки здесь живут этот новый мы здесь не были пойдем погуляем по местным улочкам пригород карлсруя как бы пригородный городок ну это типа центр банк какой-то вольфбанк что ли ну да центр данного городка вот здесь красиво видится костел красивое место 3 метра высота ну да и я на что тоже эта штука старинная ох ты смотрите 1241 год пушки тут какие-то короче они тут учен музей написано слово машины проезжают старинная местечка а вот я на карте на прикреплю сейчас точку на карте за этот город находится городок вернее но с барселоны конечно не сравнить и с кельном и с веной но симпатичная штука тоже такой интересный действующий только что бринкал в принципе кроме этого костела вон еще какое-то там что-то тоже смотреть-то тут больше ты ничего видите здесь все закрыто теннисные корты есть но я думаю они вам наверно не очень будет интересны провинция дочь вот провинция тишина сейчас еще как локдаун все сидят по домам хотя нет туда он тоже дома там жилой райончик желая зона всех достопримечательностей только вот этот костел нам грузится завтра часу до 4 прислали погрузочный сказали на нем написано время загрузки часу до 4 поэтому завтра еще пол дня будем болтаться так то вроде все на палетах там груз вот такой по заявке 19 тонн загрузка вроде как задние с ним часу до к часу загрузимся завтра до поедем потихоньку шел шел закрылся передо мной шлагбаум вот здесь билеты можно покупать куда тебе нужно на поезд сейчас должен паровоз откуда приехать а здесь станция местная электрички ходят в общем дальше я не пойду туда дома 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 чем дома смотреть чем уже домов не видели немецких где это железяк обычно здесь закрывают и сразу же поезд едет а тут у на как у нас прямо поезд еще волок где в череповце уже переезд закрыли и тут что-то как-то не рановато ну видите нет никого не похоже обычно у них так не происходит ну давай появляйся да я пойду до дому вот приехала электричка местная идет на штутгарт штутгарт хофф написано на ней ездил я на немецких поездах он вообще не едет он просто плывет по этим рельсам не не слышно не качнет ничего в общем мягко-мягко просто так шикарно все поехал даже слышите как начинает двигаться мягко-мягко идет пошли вот перебегаем пол двенадцатого но обедать еще рано только завтракал недавно пойдем по ходе каким-нибудь займемся чего-нибудь там кабине протрем приберем речушка местная без названия маленькая такая рыбка запросто может быть какие-нибудь сети форелька так не видно а так идешь по по городку речка полметровая лишь и глубиной чуть выше по щиколотку и форельки эти там плавают руками ловить можно попробуй слои закроют все пошли вот это будет у нас на ужин я гершницы что-то тут 12 евро у меня как раз два по 714 за два дня внутрь не пускают вынесут сюда завтрак ой ужин вернее но чуть дарить им что ли дают бери ждем сейчас вынесут пойдем ужинать вот так мы где не провели провалялся целый день на спальнике не видно ничего наверно да вот наш ужин несем горяченький такой сейчас до машины найдем тут не забивает полностью парковку такая она не очень как бы черт дорога такая местная сейчас посмотрим чем нас там подчивать будут за 12 евро она надо да 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 он там же света больше дать оп ну так ничего с макаронами правда нормально два шницеля грибочками корошки я думаю мы на едимся все приятного аппетита и дальше нам опять на спальник будем спальник мять всем привет 21 января наконец-то мы дождались своего часа x 42 часа у нас получилось здесь паузы с трех часов до 45 не хватило надо ехать время без двадцати час здесь 20 километров до загрузки можно поехать 15 говорит машину это через вот этот городок который мы ходили гулять и данный вариант не очень хорошим почему стоять и сюда кирпич да а где выстава сюда кирпич но нельзя ехать поездам что там что-то очень слишком узенько боится мы немножко вокруг объедем на 7 километров дальше где у нас выезд вот туда получается я чего-то недопонимаем а вот елки-палки за этим не видно было а так через этот городок от который налево куда мы ходили нет не вариант туда ехать там очень узко вот как раз к часу приедем городок маленький свалится магазин а сколько здесь его торговый центр здесь он нет да и вон там алтики есть прям торговый центр тут один на одном вы ждали свое время конечно да сейчас если сейчас загрузят получается придется полночи работать ничего не сделаешь ну конечно восемь загрузиться бы за пару часиков и уехать было бы в идеале как прошлый раз плиткой грузились ну поехали синьору сеньори то 40 то есть никуда не торопится отдыхает ей полдень вот ну а так получится полночи захватим ну нормально мы там как раз ближе к дому на дневной режим то и уйдем каждую сейчас здесь было без задержек приехали загрузили ну написано там чур 37 балет каких-то нам 19 тон оборудование для производства газовых плит а что там за оборудование загрузка через сад сейчас приедем узнаем за бортом зима настоящая аж 13 градусов ветер вон какой только 13 градусов с плюсом витрища сегодня сумасшедшим ну 13 вот я ж не вру у нас такие перепады да в барселоне плюс 14 потом в когалым почти минус 40 сейчас опять плюс 13 но вроде дома уже тоже холод морозы ушли снега начались а сейчас поедем машину сдадим пока там туда-сюда сегодня уже какой сегодня 21 все январь за куб февраль закончился зима закончилась зимой осталось поработать вот до москвы машину выгнать но это ладно это все потом тут сейчас на планируем потом будем сами смеяться со своих планов поехали на погрузку что нам там запоют чего расскажут интересного автовозов тут много по этим по деревням по автохаусом развозят машинки залог локдаун продлили у немцев сегодня 21 по-моему до 14 февраля пока не знаю когда вы будете видео смотреть но сегодня услышал что до 14 февраля продлили карантин 15 километров от дома иначе расстрел шаг влево шаг вправо никуда нельзя все закрыто почти все равно хоть и выплачивают эти там что-то как 75 процентов от зарплаты им здесь насчет аж все равно бушуют выступление не устраивает людей видно не все так тоже красиво и сладко как пишут на бумаги уже отъехали 15 километров от дома спреет полиция придет к вам все равно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот он наш DimaTorzok Ну что вы как-то... Как повернуть? Еще 2,5 километра отсюда Сейчас повернем Справа маленькую еще пропустим Какая-то большая фирма видится Зажим на шильзы Серьезная какая-то контора там Заодно и глянем, если бы мы приехали сюда, можно было бы стоять возле фирмы Заведение, где можно оставлять деньги, где можно оставлять деньги, я уже отсюда вижу, он уже лидл на горизонте Используйте дорогу с круговым движением, а затем съезды, используя второй съезды, используя второй съезды так так это слева это не она почему какого вот нам сюда налево наверное нам сюда вот налево до сам не ехать еще один и два километра это наверное в офис какой-то ну ладно сейчас мы вон тут заедем заедем пойдем спросим где это возможно затем через 70 метров поверните налево и проложить где-то разрешено затем на следующем повороте поверните давайте лентам заставили да проходите проходите как вперед протянуть потом к нему прийти через шестьсот пятьдесят метров едьте на дорогу с другом движении а затем съедьте готовность через шестьсот пятьдесят метров повесечь дорогу с круговым движением ну все пойду я тогда в бюро оформляться а а